всем еще раз добрый день я начну так сразу время у нас в общем-то ограничено тем у меня залог лучше ценоэффективное производство что такое эффективное производство не буду сильно углубляться понятно что основной способ прибыль увеличить компания это снизить эту самую себестоимость если вы приходите в сети или не в сети с продажей и вам говорят высокая цена до продукт хорош но высокая цена вы идете к себе на производство конечно разные способы есть можно за счет своей добавочной стоимости подвинуться в цене можно снизить сырьевую себестоимость но здесь тоже два момента либо это закупочная цена будет либо технологи идут так сказать шаманить на производстве с рецептурой шаманить можно за счет других ингредиентов более дешевых но тогда на выходе вы получите другой продукт по качеству либо немножко убрали дорогого добавили дешево это тоже уже другой продукт либо снизили вес да вы получите то качество меньше вес но при низкой уже тогда цене вы выбираете и снижение добавочной стоимости но самое сложное трудное долга это снижение затрат компаний и производства есть понятие сырьевая себестоимость есть производственная есть полный их много разных видов я не буду там туда углубляться есть цеховая технологическая и так далее так далее если все это вы попробовали и сырье поменяли рецептуру поменяли не получается не влазите в ту цену которая вам нужна при сохранении своей естественной маржинальности то тогда нужно менять продукт нужно менять продукт нужно развивать в своей компании в своем производстве организовывать команду r&d либо это один разработчик либо два либо три люди которые точно заточены на создание продукта это уже в компаниях развивается это тоже не новость какая-то этому уделяется очень много внимания времени но этим надо заниматься и тогда вы четко ставите задачу какой вы продукт хотите видеть какого веса какой формы какой громовки самое главное первое что вы им говорите какая вам нужна себестоимость потому что они могут люди творческие много чего там наваять так сказать вкусно здорово замечательно посчитали а до вкусно но дорого время потеряно в общем-то да самое главное дорогой это у нас ресурс время и работать над сокращением своих издержек а там работать можно когда вам говорят что все мы все ужались там штат сократили какие-то станки купили и так далее все вроде подумали нет нам некуда снижаться на самом деле есть куда всегда что влияет на рост понятно что стоимость сырья материалов зарплата эффективность объем производства то сколько вы выпускаете цены на энергию уровень конкуренции так далее не буду останавливаться на внешних факторов сосредоточиться на внутренних это производительность труда продолжительность самого производственного цикла если насколько это все у вас автоматизировано какие-то возможно можно докупить инструменты оборудование не такое уж дорогое чтобы сократить как раз этот производственный цикл потеря рабочего времени заключается в простоях или когда люди там просто болтаются по не знаем чем заняться количество брака уровень расходов общехозяйственных управленческих так далее ну затраты на маркетинг виды себестоимость тоже пройдусь покажу что их разное количество разные предприятия применяют разные формы расчета этой себестоимости в ритейле одно в производстве другое машиностроение 3 так далее это от оперативного формирования то что зачастую все пользуются это фактическое плановое от полноты включения расходов здесь уже сказал цеховая производственная полная сырьевая технологическая завершенно незавершенное производство от объема самой продукции и от степени готовности когда мы заподозриваем что у нас что-то там неэффективно в производстве ну низкие доходы повышения расходов когда у нас увеличились статьи по бюджету расходов срывы дедлайнов он зачастую с этим сталкивались не успели произвести ну вот не успели простое производство большие излишки храняющиеся на складах которые нужно куда-то девать распродавать они требуют обслуживания много брака падение продаж ну и как следствие конечно падение качества причины нет четкой структуры организации производства что я тут имею ввиду когда приезжаю с аудитом первое что спрашивают и структуры производства во многих компаниях структуры производства вообще нет либо она есть и когда там пять лет назад кто-то ее составил сделал ну и она там сама по себе живет в отделе персонала на производстве своей жизнью живут и очень там сложно добиться функционала различается люди числятся на одной должности работать на другой зарплату им по одной должности платят а дело это не совершенно другие как бы вещи не за более там низко оплачиваемых примеру и тут тоже на может можно подвинуться и сократить этот фод именно в анализе вот этих вот функциональных обязанностей отсутствие четких инструкций кто и что должен делать и печально когда у производства вообще нет четкого планирования то есть они привыкли они знают что нам надо выпустить 200 штук ну вот мы начнем это выпускать ну а там чего-то мы до до выпустим и получается у них что они одну и тоже операцию могут три раза делать за месяц ну до выпуская а до выпуская мы увеличиваем затраты мы увеличиваем себестоимость в итоге потому что просто у них нет четкого планирования процесс работы как правило в производстве не автоматизированы не налажено что имею ввиду здесь автоматизации процессов и самого труда если допустим возьмем retail там более-менее процессы закупок учета там автоматизированы то когда спускаешься производства или фабрика какая-то то там все по старинке и и закупают и звонят поставщикам и принимает в общем-то все по звонку по телефону и никто в общем-то об автоматизации и и не слышал не говоря уж там какой-то автоматизированной системе планирования сбой в процессе стомжения ну тут все понятно сама работников вот работа не синхронизирована ну при приходит раньше смена пришла ну должен прийти был бы только один ну к примеру тестомес но приходится смена ну чего-то ходит по цеху там они работают но на самом деле в непосредственном процессе занят только один человек работы сотрудников на уже сказал не синхронизирована низкое качество работы или вот отдача от сотрудника низкое качество контроля их выполнения и способ оценки эффективности бывает сравнительной и общей здесь общее то чем все пользуются которые были задействованы в периоде общие затраты прошли мы их проанализировали ну в общем то то как все живут и есть идеальный то есть вы себе наметили какой по бенчмарку конкурента знаете его показатели себе их поставили и в общем то к ним стремитесь сравнивайте себя с ним с чего начать это повышение коротко общим таким наверное верхние уровнями шагами не буду в глубь туда погружаться анализ естественно работы за прошлые периоды которые у нас были то есть где что у нас затратами в основном я сейчас говорю про затратную часть она у нас увеличились затрат или уменьшились по каким-то статьям анализ организационной структуры уже рассказывала анализ конкурентов а что у них делается анализ факторов которые повлияли на изменение вот этих вот затрат и наметить нужно процент хотя бы дали достижить что вы хотите насколько хотите снижиться и обязательно нужно назначить ответственных лист по каждому вот по каждой статье затрат и как будем оценивать критерии вот этой самой эффективности ну конечно первое это производительность рентабельность если она у вас отрицательно но вообще надо подумать есть рентабельность бизнеса продукции продаж нужно обязательно посчитать сначала рентабельность продукции если она у вас отрицательно но надо вообще понять а стоит ли вам продукт вообще выпускать если он ну с отрицательной рентабельностью идет смысла Нет вообще его выпускать. Есть такой показатель, как материал отдача, фонда отдача. Многие у меня спрашивают, как посчитать качество. Есть такой показатель, как индекс качества. Он действительно рассчитывает от потери продаж, которые вы из-за качества не продали. Энергоэффективность. И два показателя, которые так мало, наверное, знакомы. Это экологическая эффективность и социальная эффективность. Ну, про экологию, наверное, понятно. А социальная эффективность – это то, как наши сотрудники комфортно чувствуют себя в компании и внутри. Насколько они довольны условиями труда, зарплатой, отдыхом и так далее. Способы повышения тоже буду уже быстро. Время поджимает. Три основных взяла. Не буду на всех останавливаться. Это производительность. Конечно, можно поднимать за счет автоматизации процессов и труда. Это покупка оборудования, линии и так далее. И аналитические программы мы не только учетные, но еще аналитические внедряем. Теория ограничения колдрета, которая достаточно широко применяется в производстве. Это расшитие узких мест. Тоже вскользь говорю сейчас. Снижение затрат – это, конечно же, вывод нерентабельных продуктов. Оптимизация ассортиментной матрицы, как сырьевой, так и продуктовой. Снижение цен. Увеличение объемов производства при сохранении качества. Сокращение технологических потерь. Снижение простоя. Снижение потребления ресурсов. Улучшить работу с персоналом. Тоже не буду сильно останавливаться. Дальше идет гибкость производства. Внедрение систем планирования, самое главное. Такие технологии, как Кайзен, бережливая производство, концепция, 6SIGMA. Сложные, большие программы, на самом деле охватывающие всю компанию. К ним надо подготовиться. Но какие-то элементы от этого бережливого производства можно брать уже завтра и внедрять. На самом деле не так все это сложно, но зато очень хорошо и серьезно работают. И повышение качества есть системы. Системы ISO, FSS. Если вы не планируете выход на международные рынки, то оно вам и не надо. Достаточно ISO. Потому что очень большой документ оборот требует вот эта международная система. И потом, как следствие, набор дополнительного штата, мастеров, бригадиров, которые должны все это заполнять, писать и считать. Ну и конкурентность и эффективность. Это, конечно, залог работы внутри компании. Именно с расходами, а не с продуктом. Шаманить с продуктом. Наверное, шаманить не нужно с продуктом. Шаманить с затратами. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова scholarship А.Егорова А.Егорова